Доброго времени суток, вы на канале Разгоняем Алкопой, с вами Дэмус и у нас сегодня череп кладбищенский. Итак, на алкотесте у меня долгожданный череп, он же водка Фриман. Но я хочу внести немножко трэшу и угару в выпуск, поэтому магия монтажа... ХОБА! И у вас не троится в глазах, у меня действительно три черепа. Почему так получилось, я естественно расскажу, но чуть позже. Давайте эти два куда-нибудь приберем к животному, пусть стоят как напоминание о бесцельно проведенном времени. В общем, давайте теперь по существу. Значит, выглядит действительно как череп. Что тут сказать? Кому-то понравится, кому-то нет. Все-таки, знаете, ну, как вот был один из комментариев, что может быть это предупреждение, что, дескать, не пей. Ну, или там можно посидеть, там быть или не быть. Кстати, если заглянуть в глаза, так скажем, смерти, то там будет изображение черепка. Ну, и вообще хочется вот так вот как-то потыкать, по лобешнику ему постучать. Конечно, выглядит прикольно. Свообразно, но, согласитесь, прикольно. Это, естественно, отсылочка к более дорогой водке Crystal Head. Так, давайте читать. Значит, водка Фриман. Вот я не знаю, почему Фриман. Свободный мужчина или отсылка, опять же, к Гордону Фриману из Халвы. Не знаю. Значит, состав. Вода питьевая исправлена, спирт Альфа, сахарный сироп, лактоза, ароматный спирт Полыни. Что весьма интересно. Производит у нас все это дело объединенные пензенские водочные заводы. И адрес производства у нас здесь Нижнеломовский ликер-водочный завод. Город Нижний Ломов. Ну, и по тем двум бутылкам, я думаю, вы поняли, что водку я эту уже пробовал. Поэтому буду просто вот по факту рассказывать, что у нее есть во вкусе. И вообще, что она из себя представляет. Ну, конечно, уже таких эмоций не будет, как это было первый раз. Ну, да ладно. Ой, надеюсь, в этот раз все получится. А то я просто больше не выдержу с этим черепом. Большой плюс. Нет дозатора. Соответственно, эту бутылку можно будет потом использовать под какие-то, опять же, свои хозяйственные нужды. Поставить на стоечке или там что-нибудь перелить. Может, не знаю, какой-нибудь томатный сок или что-то. Честно так, по фану. Наливаемся. Запах у него достаточно яркий. Я бы сказал, ярко выраженный. И причем здесь чувствуется и спирт, и чувствуется... Ну, не знаю, может быть, это вот и полынь дает. Но ты чувствуешь какой-то вот прям мощненький ароматец. Будем надеяться, что это полынь. Ладно. Пить вредно, жить страшно. И все мы там будем. Череп, Фримен. Третья попытка. Даже, знаете, когда его несколько раз пробуешь, все равно эффект один и тот же. Как-то тяжело смириться с его все-таки вкусовыми характеристиками. Давайте еще немножко. И расскажу более подробно. Значит, первый. Он не мягкий. То, что здесь указано, что он на спирте альфа, здесь, как говорится, ваши ожидания, ваши проблемы. Потому что входит он достаточно увесисто. Конечно, не какая-нибудь супер-мега-ядерная дрянь, которую хочется там запить, заесть, закурить, еще кого-нибудь поцеловать в шапку. Нет. Конечно, пойдет, но, 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 но ты ждешь в любом случае чего-то более мягкого. Во вкусе очень ярко выраженная горчинка и сладинка. То, что, ну вот я постоянно об этом говорю, мне это очень не нравится, когда идет постоянная борьба между сладостью и горечью. Да что такое? Ну, меня, как обычно, зовут из казематов, отвлекли. В общем, продолжаю свою мысль. Значит, по вкусу она достаточно, ну, не то чтобы гадкая, но очень-очень, как средняя такая, как очень такая средняя посредственная водка. Мне не нравится. Не могу сказать, что это полная херабра. Нет. Я такого говорить не буду. Но, но, но. Вот опять же, может быть, не было бы здесь этой полыни. Может быть, было бы лучше. Или не было бы этого сахарного здесь, что там, сахарный сироп или что там. Может быть, опять же, как-то этот вкус был бы, ну, более-менее адекватный. Но мне вот не нравится. Вот я буду повторять это бесконечное количество раз. Когда идет сладкое, а потом горькое, давайте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, тыкайте колокольчик. Всем заранее спасибо и за вас. Вот выпиваешь. Ощутимо заходит. И спирт ты чувствуешь. И непонятно что. Значит, поначалу идет сладость. Яркая такая. Потом начинается какой-то такой спиртовой хлопок и такая горечь. Ну, полынь, что с ней сделать. Кто в детстве жрал полынь, тот прекрасно это понимает. И, знаете, вот хочется сделать вот так вот. Как дракоша говнодышащий. Вот. И потом остается достаточно долгий шлифок вот от этого вкуса. Не самое приятное послевкусие. Вот давайте немножко запьем. Вот у меня, видите, еще один череп есть. Но с кваском. О! Конечно, первый раз эмоций было гораздо больше, гораздо больше, сразу говорю. Но здесь уже понятно, что второй раз я в третий не буду. Нет, второй раз. Да, второй раз. Третья бутылка, но запись второй раз. А сейчас перейдем к охренительным историям. Почему у меня черепов три? Значит, давайте еще немножко накатим. Как бы пить ее можно. Но, честно говоря, вот смешно. Да вот я сейчас у себя сам языка снял вот эту вот страшную фразу, что, но второй раз я бы ее не взял. И так вот краем раз, так смотришь, один, второй. А-а-а-а! Вот и смешной колется называется. Давайте. Мы, наверное, ее еще сравним с золотым джокером. Потому что все-таки производитель один. Объединенные пензенские влочные заводы. И то, и то Альфа. Джокер мне не зашел совершенно. Хотя, опять же, с Джокером там есть вопрос. Мне подписчики писали, что другого завода, он там чуть не идеальный. Ну, сравним. Будет всякое интересно. Значит, по поводу какого ежика у меня три черепа. Ну, не здесь, здесь один. Значит, первый череп я зачем-то тащил из Москвы. Посмотрел по перелоге, а продают его в красном и белом. Сразу по ценнику это 299 рублей, оно считает 3 сотки. Значит, я посмотрел, у нас в городе еще как бы не завезли. Я его там купил. Приехал домой. И он уже у нас есть. То есть, на какой-то хрен я его тащил. Далее у меня там технически были моменты, короче, не получилось снять. Грубо говоря, я его открыл, но потом уже снимать не стал. Ну, там неинтересная история, короче. Вот. Ну, потом, кстати, я его и попробовал. Но попробовал я его больше, так скажем, в медицинских целях. Ну, это опять же следующая история. А может, я не буду рассказывать. Короче, дальше. Давайте вот самое веселое. Как появился второй череп. Значит, естественно, ждут же люди, мне же пишут, где череп, где череп. Ну, думаю, ладно. Это воскресенье, первый день весны. Значит, думаю, ну, либо на стрим надо вылезти, либо записать ролик. Ну, думаю, хрен с ним там со стримом. Опять сейчас что-нибудь там накосячу, опять облажаюсь с интернетом. А так хотя бы запишу ролик полноценный. Значит, до этого, накануне, я когда в спортзале, занимался спортивным непотребством, садонулся ногой обгантелю. Он вроде бы как бы не особо сильно, но ощутил. И у меня вот, получается, 1 марта днем опухает нога. Вот прям больно, я не могу встать на нее. Ну, вообще какой-то ужас. Значит, давайте. Чуть-чуть, я вот буду совсем понемножку наливать, потому что мне он не заходит. Давайте, за здоровье. В общем, нога такая. Ну, я же, как обычно, зачем врачи саму расчесется? Думаю, надо пойти красно-белое взять черепок. Хромой ногой, там, чуть ли не прыгая на одной ноге. Значит, как-то я там запихал эту ногу в тухлю. Значит, сходил, купил этот череп, но на обратной дороге я уже еле полз. Потому что, ну, нехрена было, называется, с больной ногой как-то ее дальше там мучать. А там еще, походу, видимо, ну, может быть, кончик ногтя там пробил, и началось воспаление. Мало того, что, как бы, ушиб, еще воспаление такое конкретное пошло. Значит, все, я прикандыбал. И чувствую, что что-то вообще не так. Потому что у меня начинается такая пульсирующая боль. Я вот чувствую, знаете, как сердцебиение аж отдает. Настолько вот больно. И уже начинается боль такая, что даже вот не ходить больно, а просто сидишь, и ты чувствуешь вот это вот постоянно. Ладно, я сел записывать, думаю, хрен с ним, запишусь, потом дальше буду там чем-нибудь мазать. Значит, я сел записываться, там открыл пока там всякую водную, начал там ее как бы пробовать, все дела. И я понимаю, что я не могу. Я, во-первых, несу уже какой-то бред, и я чувствую, что вот мне уже все, я не могу. Вот у меня боль такая жуткая. Благо дело было, кому меня отвезти в травм. Значит, отвезли меня в травмпункт. Давайте еще немножко накатим. Ой, аж вспомню, аж вух. В общем, в травмпункте это уже следующая история веселая. Ну, как вы поняли, съемка похерена. Потому что второй раз как бы начинать садиться или продолжать как-то, никогда смысла нет. Надо полностью перезаписывать. Вот. Медицину, ну, наверное, любой может поругать, и, опять же, я тоже приложу свои пять копеек. Значит, принимает меня доктор. Он даже не смотрит у меня, что у меня с пальцем. Я ему говорю, ну, может быть, там, на рейф или еще что-то. Он даже не посмотрел на вот все это непотребство, что у меня. Он меня отправляет сразу на рентген и сразу меня отправляет, что... Я сначала так тоже у него переспросил. Сразу в процедурный кабинет на перевязку. Я говорю, может, вы там со снимками к вам парите? Нет, нет, сразу на перевязку. Ну, ладно, сделали снимки. Я выкладывал в Инстаграм. Кстати, появился Инстаграм канала. Соответственно, ссылочка будет там где-то. Заходите, подписывайтесь, посмотрим. Может быть, кому-то удобнее, допустим, смотреть именно в Инстаграме. Там спойлеры всякие и всякие приколюхи. Ну, я сам, честно говоря, не знаю, на какой черт я его сделал, но уже сделал-сделал. Модно же. Вот, значит, я иду со снимками, соответственно, на перевязку. На меня эта женщина смотрит, как она идиота, что я со снимками к ним приперся. Говорю, что мне с ним делать? Я говорю, где я откуда знаю? Вот ваш доктор послал. А что тебе делать? Я говорю, я откуда знаю. Ну, ладно, она мне, короче, обработала палец, перевязала. Я пошкандебухал опять к доктору. Значит, доктор посмотрел уже снимки, когда у меня нога перевязана. И у него появляется логичная мысль. Сам палец-то надо посмотреть. А он уже забинтован. Короче, он там долго-долго пытался опять через бинт что-то там проковырять его. В общем, как раз-таки зашла вот эта вот женщина, которая занималась перевязкой. Он у нее там порасспросил, что там ничего там, жидкость сидит, ничего там из меня не вытекает. А до этого у меня там, да что меня опять из казематов-то зовут, еханы-бабоханы. Вот как всегда, всем что-то надо. Причем телефон я отключить не могу, потому что у меня там таймер. Ну и важного звонка жду. Но это не тот случай, как говорится. В общем, ладно, заканчиваю я свой трендеж по поводу своего больного пальца. В общем, сначала он мне выписал кучу всего, потом вот пришла эта женщина, они с ней переговорили. Он меня все это, короче, перечеркнул, сказал, ничего не надо, вали отсюда. Ну и ладно. В общем, давайте еще чутулю сравним и будем подводить итоги. А то я чувствую, я не закончу этот выпуск никогда, этот череп тоже никогда не запишу. В общем, я достал с полки этого Джокера, и теперь вы понимаете, почему у меня три этих черепа, то есть аж три раза, у меня первый раз такое. Вот еще вот сколько я роликов этих отснял, у меня такого трэша еще не было. Чтобы вот реально, вот знаете, как не идет. Вот не идет. Ну, он как бы и внутрь-то не особо хорошо идет, и как-то вот здесь. А так я чувствую себя немножко идиотом. У меня три бутылки, значит, практически полные невкусной водки, которые я хрен, конечно, буду допивать. В общем, будут они у меня стоять, либо, хотя нет, хотя нет. Я же давно хотел сделать настойки. Давно хотел сделать настойки. И вам, опять же, показать, какие я делаю настойки. Поэтому я вот эти вот три черепушки превращу потом в свои настойки. Но чуть попозже, когда пойдут уже свои овощички и фрукты, естественно, я вот эту всю хренбомбию поотдираю. Вот для настоек, вот действительно, это будет прикол. Это будет действительно смотреться круто, и не стыдно будет там вот гостей позвать, да, вот в такой черепушке там что-нибудь поналивать. Но, опять же, да, допустим, если настойки не делаете, сюда можно всегда перелить какое-нибудь винище, или, опять же, там томатные соки. И, знаете, вот, не знаю, под Хэллоуин бы, вот, наверное, было бы все-таки это прикольно. Так, значит, Джокер. По запаху. Вот, честно говоря, даже мне сложно сказать, у кого запах ярче. Примерно похоже. Но у Джокера есть какая-то вот нотка, которая мне не понравилась в запахе. Какая-то вот она, типа, вот химическая, что-то вот такое. Значит, давайте сначала Джокера. И Фриман. Череп кладбищенский. Что мне не лезет. В общем, как это ни странно. Хоть этот Джокер ругал, он заходит мягче. Он заходит мягче и существенно мягче, чем черепушка. У Джокера есть дурацкая нотка во вкусе. Ощутимо дурацкая. Опять же, какая-то мне вот напоминает, мне что-то такое вот химозненькое. У черепа же достаточно жесткий вкусец, мощно. Вот эта вот вкусовая хренотень, я так скажу, сильно вот он потом дальше вот тут стоит вот здесь вот, и все это тело. В общем, делайте выводы перед тем, как его приобрести. А теперь давайте уже будем подходить к итогам, потому что я чувствую, тут уже столько на трындел сегодня, но накопилось. Не всегда бывают такие вот выпуски, когда действительно приходится и денег, блин, вбухать в это вот, и еще и настрадаться. Значит, водка Фримен, череп, кладбищенский. Вот я не знаю, наверное, надо уже отходить от этих бальных оценок, потому что бывает, потом пересмотришь и думаешь, откуда эти цифры берешь вообще. Поэтому какую-то оценку я наставить не буду. Скажу, значит, из плюсов. Я могу, наверное, выделить здесь лично для меня все, что я говорю. Это мое субъективное мнение, вы же знаете. Из плюсов для меня здесь только то, что это вот такая вот бутылка. Это плюс. По сути, грубо говоря, я за 300 рублей, ну, считайте, за косарь я купил себе три красивые бутылки. Да, потом я их, конечно, опущу в дело. Из минусов. Жесткий вкус. Не этого ты ждешь все-таки от альфы, не этого. Значит, достаточно ярко выраженная нотка сладости и горечи. Не каждому, опять же, это нравится, далеко не каждому. Но какое-то вот действительно такое очень долгоиграющее послевкусие тоже не самое приятное. Я, кстати, когда вот покупал этот третий, прости господи, череп, значит, я у консультанта спрашивал, что про него люди говорят. Говорят, плюются. Так что вот так вот. Значит, ни у одного у меня такое мнение. Как я уже говорил, если бы я не делал обзор, второй раз я бы его не взял точно. В общем, вы поняли. Давайте, друзья, за вас и до скорого. Пить или не пить, вот в чем вопрос. Нахер его.